Здравствуйте! В эфире программа «Правовое поле» в студии Татьяны Трофимова. Сегодня в программе мы поговорим о том, как прокуратура взаимодействует с людьми и как можно попасть на прием к прокурору. В гостях у нас Александр Геннадьевич Колчин, помощник прокурора Чуварской Республики по рассмотрению обращений и приему граждан. Здравствуйте, Александр Геннадьевич! Здравствуйте! Расскажите, как прокуратура взаимодействует с населением, где вы встречаетесь с людьми, как вообще люди к вам могут обратиться? Прокуратура для населения, как и прежде, остается органом, способным квалифицированным в короткий срок и бесплатно восстановить нарушенные права и законы интереса граждан. Организация личного приема граждан, органам прокуратуры в Сфорбике уделяется повышенному вниманию. Работа по приему граждан проводится постоянно и при этом используется разная форма его организации. Во-первых, в аппарате прокуратуры республики и в гора и прокуратурах осуществляется прием граждан в рабочее время, кроме выходных, с 9 часов до 18, в соответствии с утвержденными графиками. Хочу отметить, что в целях улучшения организации приема качества приема граждан с февраля текущего года в аппарате прокуратуры республики прием граждан осуществляется начальниками отделов управлений, их заместителями, старшими помощниками, помощникам прокуратуры республики в соответствии с утвержденным графиком. При этом дежурный прокурор также дежурит в соответствии с установленным графиком дежурства. Также упорядочен прием граждан и в горы, аэропрокуратурах, также форма на одежде, по графику, поближе к жителям сел и деревень. Во-вторых, успешно действует и мобильная приемная, выездная приемная прокурор республики. Выезды в районы республики мобильной приемной осуществляются как под руководством прокурора республики, так и его заместителей. Что дает мобильная приемная для граждан республики. То есть, выезжая в те или иные районы республики, граждане получают возможность лично обратиться к руководству прокуратуры республики по волнующим и интересующим их вопросам. То есть, к вам можно прийти на прием в прокуратуру непосредственно, на местах муниципалитетов, в районных прокуратурах тоже принимают сотрудники. И мобильные группы, да, у вас действуют. Кроме того, с сентября 2017 года на постоянной основе проводятся выездные приемы граждан по вопросам соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Такие приемы проводятся два раза в месяц в зданиях гороадминистрации и в управляющих компаниях. В этих приемах участие принимают горы и прокуроры, их заместители, а также начальники структурных подразделений аппарата прокуратуры республики. Хочу отметить, что с сентября прошлого года по настоящее время на прием по вопросам соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства обратилось более 700 граждан. По разным вопросам, в том числе и по вопросам оказания жилищно-коммунальных услуг, начисления платы за такие услуги, начисления платы за капитальный ремонт. Другие вопросы связаны именно с сферой жилищно-коммунального хозяйства. Александр Геннадьевич, а всегда ли удается помочь людям, разрешить их ситуации? Прокуроры стараются объективно и в полном объеме разрешать все жалобы. Так, в 2017 году каждое пятое обращение, которое поступило в органы прокуратуры республики, было удовлетворено. То есть признан обоснованным. Всего выявлено свыше 6 тысяч на урешение закона. В целях их устранения было принято более 5 тысяч актов прокурорского реагирования. В том числе в суд направлено свыше 2 тысяч исковых заявлений. Вот вы сказали, Александр Геннадьевич, что прокурор республики сам выезжает в униципалитеты и районы нашего региона. А к нему на прием как можно попасть? Вот в ежедневном как-то порядке он принимает? Да, конечно. Прокурор республики, пословский Василий Митрофанович, в соответствии с талантным порядком, ежедневно принимает граждан. По вторникам по вопросу записи на прием или по вопросу приема к прокурор республики можно обратиться как в устном, так и в письменном виде. А также по телефонам 39 20 43 либо 39 20 06. С какими вопросами сейчас больше обращаются людей в районах и в городах? Есть какая-то градация к прокурорам? Характер нарушений, он как и в городах и в районах республики примерно одинаков. Много поступает обращений именно по вопросам соблюдения федерального законодательства, в частности по вопросам нарушения трудового законодательства, законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, жилищного законодательства по земельным вопросам, на действия и бездействия судебных приставов, также на действия и решения дознавателей, органов дознания, следователей при поступлении, регистрации, рассмотрении сообщений о преступлениях и при расследовании уголовных дел. В качестве примера реальной помощи во восстановлении нарушенных прав граждан можно привести следующий. Так, в 2017 году канарским межрайным прокурором в суд было направлено исковое заявление в интересах двух детей-сирот. В ходе прокурорской проверки было установлено, что администрация канарского района при наличии оснований и возможностей этим детям-сиротам жилое помещение не предоставила. В этой связи межрайный прокурор обратился в суд с иском, требования прокурора были удовлетворены в полном объеме, и в декабре 2017 года этим детям в одном из новых домов были представлены благостроенные жилые квартиры. Сколько детей-сирот получили квартиры в ходе этой проверки? Двое детей. Как я уже отметил, предметом повышенной активности граждан являются и вопросы соблюдения трудового законодательства, в том числе вопросы невыполнительной зарплаты. Много таких обращений поступает? Проведенный нами анализ показал, что в 2017 году поступило свыше 2000 обращений такого характера. Количество таких обращений у нас по сравнению с 2016 годом снизилось. Мы знаем, что ситуация с долгами по заработной плате находится на контроле. У прокуратуры и властей Чувашии недавно этот вопрос обсуждался на расширенном заседании руководителей правоохранительных органов. Давайте посмотрим сюжет об этом. Нарушение или даже преступление. Так, в соответствии с нормативными актами, квалифицируется невыплата зарплаты за уже проделанный труд, ликвидация задолженности и материальное благополучие в числе приоритетных задач, поставленных президентом России в послании Федеральному собранию. Ключевая задача – это тоже обеспечение уверенного долгосрочного роста реальных доходов граждан. Президент России поставил в своем послании перед нами задачи, перед органами всех уровней власти. В течение шести лет уменьшить количество бедных жителей, бедных семей два раза. Борьба с бедностью предполагает в том числе и своевременное, и в полном размере получение вознаграждения за свой труд. Статистика свидетельствует о положительных сдвигах. За прошедший год в республике удалось снизить размер задолженности с 66 миллионов рублей до 16. Сейчас долги сохраняются на предприятиях-банкротах. Ряд компаний имеет текущую задолженность. Всего по республике составляет эта задолженность 89 миллионов 200 тысяч рублей на 22 предприятиях, из которых, по сведениям в частности Росстата, 31 миллион 400 тысяч рублей на двух предприятиях. Это ГУП Чуваш Автотранс и Чебоксарская типография номер один. На 14 предприятиях-банкротах общая сумма задолженности составляет 71 миллион 800 тысяч рублей. Чтобы повлиять на платежеспособность предприятий, в республике принимаются меры, направленные на развитие конкуренции и поддержки предпринимательства. Александр Геннадьевич, сейчас по каким-то ситуациям, по задержке или по невыплате зарплаты, есть ли положительные решения или сдвиги в положительную сторону? Работа по снижению задолженности по зарплате проводится постоянно, системно, как органам прокуратуры, так и органами государственной власти, органами медицинского управления и правоохранительными органами. Взаимодействие налажено. Принятые меры дают определенные положительные результаты. По итогам прошлого года, например, удалось снизить размер задолженности с 66 миллионов 400 тысяч рублей до 16 миллионов рублей. В том числе на предприятиях, не отчитывающихся в органе статистики, на 230 миллионов рублей. В настоящее время размер задолженности, согласно данным Чувашстата, составляет 31 миллион рублей. По данному факту, органы прокуратуры, опять же, в взаимодействии с другими заинтересованными органами, уже проводится активная работа по ее снижению. Также можно привести примеры реальной помощи гражданам по вопросам неуправления зарплаты. Так, например, 6 февраля 2018 года на личном приеме прокурором республики пословским Василием Трофановичем было принято 19 граждан из 6 предприятий, осуществляющих совместную деятельность по производству чулочных и трикодажных изделий. По факту неуправления зарплаты. В ходе прокурорской проверки было установлено, что указанным лицам не была выплачена зарплата свыше 400 тысяч рублей. По материалам прокурорской проверки, следственным органам возбуждены и расследуются уголовное дело по факту неуправления зарплаты свыше двух месяцев. И после прокурорского вмешательства задолженность всем изъявителям погашена в полном объеме. Хорошо. Также наши телезрители обращаются к нам с разными правовыми вопросами, на которые сотрудники прокуратуры дают ответы у нас в студии. Вот какой вопрос пришел к нам на электронную почту правовое поле 21 собакамейл.ру. Кого ставят на льготную очередь в детские сады? Быстрее ли дадут садик, если в семье трое детей? И кому обращаться, если в отделе дошкольного образования? Вам ничего толком не объясняют. Пишет нам Елена. Что и ответим. В соответствии с действующим законодательством места в дошкольных образовательных учреждениях представляются во внечередном и в первоочередном порядке. В первоочередном порядке места представляются детям из многодетных семей. Как раз наш изъявитель попадает под эту категорию граждан. Кроме того, в первоочередном порядке также места представляются детям-инвалидам, детям из неполных семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Ну, что значит в первоочередном порядке? Это значит, что достиг ребенок полутора лет, и ему обязаны, получается, дать садик. Вот так это нужно трактовать? Те граждане, которые относятся к категории первоочередников, им места представляются по времени постановки на учет именно среди вот этих категорий граждан. Среди этих категорий у них как бы внутренняя очередь, получается, еще одна. Спасибо, Александр Геннадьевич. Я напоминаю нашим телезрителям, что мы ждем от вас вопросов касательно ваших прав, нарушений прав и так далее. Вы можете присылать видео-вопросы или просто текстовые сообщения на адрес правовое поле 21-собакамейл.ру, и мы обязательно на них ответим в следующей программе. Александр Геннадьевич, а пообщите еще раз, как людям обратиться в прокуратуру, какими путями они могут попасть на прием к сотрудникам прокуратуры? Подытоживая, можно сказать, что на прием в прокуратуру республики можно обратиться непосредственно, поскольку у нас каждый день в рабочее время осуществляется прием граждан. Граждане у нас также принимаются и в ходе выездных приемов. Узнать о них где можно, о выездных приемах? О выездных приемах мы заранее размещаем информацию на сайте прокуратуры республики и даем публикации в печатных изданиях и других средствах массовой информации. Хотелось бы, уважаемые телезрители, обратить внимание на следующее. В последнее время часто на интернет-сайтах, блогах и тому подобное даются рекламы, объявления типа помощи, написания жалобы обращения в прокуратуру. И тем гражданам, которые обращаются, пишутся подробности их заявлений и, конечно же, заплату. Уважаемые телезрители, хотелось бы обратить на следующее, что всего этого можно избежать. Достаточно просто написать обращение в прокуратуру, либо собственноручно, либо в печатном виде. В любом случае, если те данные, которые вы указали в обращении, недостаточно для разрешения обращения, заявитель вызывается в органы прокуратуры для дачи объяснений, для уточнения доводов обращения. То есть, получается, Александр Геннадьевич, нужно рассказать нашим телезрителям о том, что никаких посредников между прокуратурой и обычным человеком не может быть. Это мошенники, которые предлагают свои услуги за дополнительную плату. И наживаются на беде другого человека тем самым. Спасибо, Александр Геннадьевич. На этом у нас все. До свидания. До новых встреч. Субтитры предоставил DimaTorzok